В этой лекции речь пойдет о значении результатов исследовательской работы в практическом служении и определении баланса между теорией и практикой. Главная цель богословского образования – проводить исследования и распространять информацию, которая может быть использована студентами для улучшения практики служения в церквях. Наша деятельность навстречу этой цели должна основываться на понимании того, что теория исследования и практика служения тесно взаимосвязаны между собой. В самом простом определении, теория – это базис, на котором строятся предположения и принципы. Они, в свою очередь, используются, чтобы объяснить или предсказать явления. Теорию можно также применять для выработки гипотез, которые проверяются на прочность посредством исследования. Результаты такого исследования могут обеспечивать различные доказательства для поддержки или усиления значимости теории. Или, с другой стороны, исследование может дать результаты, которые подчеркнут необходимость коррекции или даже полного отвержения данной теории. Поэтому и существует сильная взаимосвязь между теорией и исследованием. Теория и исследование служат основанием для развития практики служения. В свою очередь, результаты теоретических и практических исследований содействуют развитию и пересмотру теории. Заключения и результаты исследований, выводимые из них, должны иметь прямое значение для пересмотра существующих теорий или развития новых. Высококвалифицированный ученый должен понимать, что защита его исследования – это не конечная цель, а ступень в развитии, поэтому следует видеть перспективу своей работы. То есть в его работе должен присутствовать практический компонент. Итак, каждый исследователь должен, во-первых, видеть точки приложения своих научных результатов, уметь показать это другим. Второе. Должен стремиться поставить на службу обществу результаты своих исследований. Третье. Каждый исследователь должен иметь глубокие знания не только по существующей специальности и отрасли науки, но и быть достаточно образованным в смежных областях. Четвертое. Уметь грамотно и доходчиво изложить полученные им научные результаты. И, наконец, пятое. Уметь отстаивать свою позицию в научной дискуссии. В заключение подытожим, что без участия практикующих специалистов не может проводиться ни одно важное исследование. Без этого не может быть проверена ни одна теория. Поэтому мы призываем вас принимать участие в проведении богословски глубоких и практически полезных исследований, основанных на писании. Обратимся теперь к вопросу о балансе между теорией и практикой. Здесь отметим, что в соответствии с поставленными целями и выдвинутыми задачами, исследования, как правило, подразделяют на два вида – фундаментальные и прикладные. Фундаментальные или академические исследования обычно проводятся с научными целями. Они необходимы для пополнения знаний о дисциплине, для лучшего понимания социальных процессов, для объяснения поведения, для опровержения или подтверждения той или иной теории или богословской позиции. Как правило, в фундаментальных исследованиях теоретический уровень познания преобладает над эмпирической составляющей. Прикладные исследования ставят пред собой практические цели. Их результаты предназначены для непосредственного применения на практике. Например, для социальной работы, в деле образования, в трудовых отношениях, в стратегическом планировании миссионерской и евангелизационной деятельности и в христианском консультировании. Они могут быть оформлены в виде конкретных предложений, советов, рекомендаций или данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений. Можно сказать, что всякое прикладное исследование представляет собой систему процедур, связанных единой целью – получить достоверные данные об изучаемом явлении для использования их в практике. Недавние исследования по природе практической теологии очень полезны в разъяснении роли прикладных исследований. Сегодня все более и более признается, что теория всегда произрастает из практики, из практических вопросов и проблем. Теологические постулаты всегда вырабатывались наиболее активно в так называемые темные или смутные времена истории. В развитии теологии важна роль тех, кто активно сотрудничает в деле воплощения христианской веры в определенном месте и времени. Все служители, в том числе и богословы, и следователи, которые работают на воплощение или применение законов теологии в личной и социальной жизни, играют важную творческую роль как в развитии основ теологии, так и практике служения. Мы видим, что на современном этапе развития системы обучения и подготовки служителей прикладное исследование обеспечило себе надежное место в богословском образовании. Конечно, эту роль нужно будет еще переосмыслить и переопределить в пределах развития будущего образования в целом. Итак, в заключении скажем, что в современной христианской науке наблюдается тенденция к преодолению крайностей теоретизма и эмпиризма. Все большее распространение получают теории так называемого среднего уровня. Теории, которые рассматривают отдельные социальные подсистемы. Например, институты семьи, социализации, религии, этики, права, политики, экономики и т.д. Здесь теоретический и эмпирический уровень находятся в состоянии относительно сбалансированного взаимодействия. Более подробно о современных тенденциях евангельского богословия пойдет речь в нашей следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok